В рамках реализации проекта по усовершенствованию медицинского оборудования 5 марта текущего года Брестский областной эндокринологический диспансер и посольство Японии в Республике Беларусь подписали контракт на выделение гранта на сумму более 100 тысяч долларов США для покупки современного УЗИ-аппарата. Подключенный, введен в эксплуатацию, он был еще в августе, а сегодня состоялась торжественная церемония его передачи. За относительно небольшой промежуток времени при помощи аппарата были обследованы уже более 3 тысяч пациентов. Достоинства нового оборудования сложно переоценить сегодня. Врачи имеют уникальную возможность поставить правильный диагноз при самых малейших изменениях, которые невозможно рассмотреть на другом оборудовании. Перешли на новый качественный уровень в диагностике заболеваний щитовидной железы. Мы видим то, что раньше не видели. И нас это не только удивляет, но и облегчает нам труд. А также создает особые условия для пациентов. Пациенты, у которых выявится заболевание на ранних стадиях, им гораздо проще справляться с этой болезнью. С помощью этого оборудования можно выявить рак диаметром 1-2 мм. То есть очень высокого класса экспертного. И мы сами порой удивляемся, что мы находим. Раньше мы не видели этого. Для Японии устранение последствий радиационного облучения – одна из основных задач медицины на данном этапе. Население этой страны сопереживает белорусам, так как прекрасно понимает, насколько разрушительны для человека подобные ядерные катастрофы. Активное двустороннее сотрудничество сегодня – необходимые условия успеха в борьбе за жизнь и здоровье людей, которые живут на поврежденных территориях, как на белорусской, так и на японской земле. Мы испытывали две бомбаризировки. К тому же недавно, два года назад, у нас была такая авария. Так что, как никто, мы, японцы, понимают сострадание. Вот, как сказать, как страдают. Чтобы помочь этим людям, как раз вот это для нас большая радость. Наше взаимное сотрудничество должно идти на благо людям, на благо двум странам, которые имели контакт с неблагоприятными влияниями радиации. Активное сотрудничество с японскими коллегами по вопросам щитовидной железы было начато в 1997 году, и за этот период уже реализован не один проект. Практические и теоретические знания, которыми сегодня владеют врачи Бресского областного эндокринологического диспансера, серьезная помощь для медиков из Японии. Наши доктора уже не одно десятилетие борются с последствиями чернобыльской трагедии и имеют опыт, который играет большую роль для врачей из префектуры Фукусима. В деле предупреждения и ликвидации негативных последствий радиационного облучения совместные усилия и взаимопомощь – залог успеха, а потому останавливаться на достигнутом медики не собираются.